Дай почитать Добрый день, это программа Дай почитать. Я ее ведущий Борис Павлович, я художественный руководитель театра на Спасской, но здесь на радио я говорю о книгах. И есть такой специфический жанр – фанатская литература. Жизнеописание и фотоальбомы являются непременным атрибутом любой даже самой крохотной книжной лавки. Объектом внимания оказываются герои-однодневки, вроде исполнителей главных ролей сериала «Сумерки» и вполне вечные персонажи, вроде Наполеона и римских патрициев. Но, конечно, самая объемная фанатская библиография, несравнимая ни с каким царем или музыкантом, у Вильяма нашего Шекспира. Чтобы не отставать от мировых трендов, я бы хотел отметить несколько книг по этой теме, которые вышли на русском языке относительно недавно и представляют безусловно читательский интерес. Первым делом в глаза бросается толстенный роман «Органист», «Любимца умных мальчиков и девочек» норвежского прозаика Эрленда Лу. Неожиданно он изменил свой имидж, написав не очередную наивную историю о душевных метаниях сентиментального героя, а конспирологическое расследование в духе Дэна Брауна. Эрленд Лу и его соавтор Петер Амундсен, органист и торговец с желатином, находят в текстах Шекспира таинственные масонские шифры и выясняют, что Шекспир на самом деле никакой не Шекспир, а философ Фрэнсис Бэкон. Конечно, Лу и Амундсен не первопроходцы в жанре разоблачений, но их литературная провокация сделана достаточно изящно и продираться сквозь многочисленные открытия и допущения, как на удовольствие. Вторым номером я бы выделил совсем новое издание, перевод книги польского литературоведа Яна Котта «Шекспир. Наш современник». Это небольшой по объему, но блестящий и остроумный изложенный взгляд на драматурга как на своего рода контурную карту, которую можно заполнить современными реалиями и получить, как это ни удивительно, подробный и точный анализ сегодняшней действительности. Меня, конечно, в первую очередь привлекла глава, посвященная сну в летнюю ночь, ведь совсем недавно мы в Театре Наспаское осуществили постановку своей версии этой фантастической комедии. Ян Котт видит в сне жесткую фрейдистскую историю, изобличающую темные стороны человеческих желаний. Ну и, наконец, третья книга. Лекции о Шекспире, великого американского поэта-эссиста Уистона Одена, большого друга и наставника Иосифа Бродского. Оден буквально идет по хронологии написания шекспировских пьес, каждый уделяет такое свое специфическое внимание. И надо сказать, что анализ Одена — это шок для слабонервного читателя. Оказывается, Гамлет слабая во всех отношениях пьеса, состоящая из длинноты противоречий. А укращение строптивы и вовсе провал, неудачная попытка Шекспира попробовать свои силы в жанре фарса. Одена совершенно не волнует вопрос авторства, более того, он разбирает тексты так, будто над ним не висит свинцовое облако тысяч других толкований. Свобода от стереотипов — вот тот главный урок, который преподает нам Оден в своих лекциях. Итак, друзья, читайте Шекспира, читайте о Шекспире. А с вами была программа «Дай почитать» и ее ведущий Борис Павлович. До новых встреч с хорошими книгами. Дай почитать!